К другим темам. 47 тысяч тенге, 3 часа и вы в Москве. Сегодня утром из российской столицы прилетел первый за долгое время самолет. Этого авиасообщения не было почти 30 лет. Теперь рейсы будут выполняться по средам. С петропавловскими пассажирами борт уже отправился в Москву. Наша съемочная группа сегодня с раннего утра встречала и провожала первых пассажиров. В Петропавловской воздушной гавани сегодня важный день. Впервые за долгое время в нашем аэропорту приземлился самолет из Москвы. На борту воздушного судна 22 пассажира. На североказахстанской земле их встречают как дорогих гостей. Неудивительно, ведь они первопроходцы. Доброе утро, дорогие друзья. Говорят, летели с комфортом и приземлились мягко. Но по-настоящему удовольствие от полета получили те, кто раньше добирался на поезде. Путешествие из Москвы в Петропавловск по железной дороге занимает почти двое суток. Плацкарт стоит около 30 тысяч тенге. А вот купе выходит 60 тысяч. Дороже авиабилета. Татьяна Коркина несколько раз в год ездит в Москву навестить сына. Хотела поехать поездом, но не было билетов и решили первый рейс сделать на самолете. Мы очень рады, что в Петропавловске открыли такой рейс. Самолет очень хороший, очень хорошее обслуживание. В общем, все отлично. 2 часа 40 минут я просто не почувствовала. Небольшой перерыв и снова в небо. Этот же самолет в 8 утра отправится обратно в Москву. Последний раз такой рейс был в 1991 году. Для открытия этого рейса мы работали с начала 2017 года. Искали различные авиакомпании и в конце концов остановились на авиакомпании «Рейра». Цены билета начинают у нас от 47 тысяч. То есть вполне доступно, приемлемо для наших граждан, я так считаю. Говорят, сколько бы раз ты ни приезжал в Белокаменный город, он всегда сможет удивить. Побывать на Красной площади, посетить десятки красивейших музеев, соборов и храмов, ультрамодную Москва-Сити, а кому-то осуществить мечту – покорить российскую столицу. С этого дня и для североказахстанцев Москва стала на расстоянии вытянутой руки. Три часа и вы в одной из самых красивых столиц мира. Через несколько минут самолет с 33-мя североказахстанцами на борту покинет воздушную гавань Петропавловска. В Москву их доставит вот этот сухой суперджет, рассчитанный на 100 посадочных мест. В 8 утра, но уже по московскому времени, самолет приземлится в аэропорту Жуковский. В числе пассажиров первого рейса группа из 10 педагогов. Мы вылетаем по линии образования, именно посещение Сколково, вы знаете, это Силиконовая долина, Техноград, посещение ВДНХ. По приглашению компании Алматинской Касс Интерсервис мы выезжаем именно для изучения российского опыта, чтобы применить именно в системе образования. Рейсы в Москву и обратно будут раз в неделю, по средам. Помимо этого, у североказахстанцев есть возможность полететь на воздушном судне в Алматы, Шемкент и нашу столицу. А с 8 июня отправятся в красивейший египетский курорт Шарм-эн-Шейх. Агири Мукашева, Жолдозбекир Муканов, Новости МТРК.